Всем привет! На связи Вера Лилас. Я блогер и консультант по ведению блогов. В эти дни мы с вами проявляли ответственность и находились дома. Но не теряли время и провели его с пользой. Сегодня мы завершаем наш 14-дневный марафон о профессии блогера. Начинать нужно не сегодня. Начинать нужно сейчас. Йоу, братцы! Камон! Но большие блогеры тоже когда-то были маленькие. Смирись с мыслью, что ты теперь личность публичная. Тебя ждет увлекательный путь. Каждый блогер немного бизнесмен. Сейчас нелихие 90-е, когда предприниматели могли серьезно поплатиться за любую ошибку. Своим делом или здоровьем. Но ошибки подстерегают и современного бизнесмена-блогера. Как их избежать? Сегодня разберем топ-10 ошибок начинающего блогера. Если ты вдруг узнаешь себя в одном из представленных пунктов, не расстраивайся. И просто продолжай работать. Ошибки делают абсолютно все. Итак, номер один в списке ошибок начинающего блогера – это ожидание лучшего момента, чтобы начать. О да, это невероятно распространенная ошибка. Ждать, что завтра будет лучше. Или лето, или зимы. Да осени, в конце концов. Или когда ты перекрасишь волосы, или, возможно, приведешь себя в лучшую форму. Научишься писать невероятные тексты. Может быть, ты ждешь, когда закончится ремонт в квартире. В общем, этих оправданий можно собрать целый чемодан. И поверь, их хватает у каждого. Но, как ты должен понимать, побеждают не самые умные или удачливые. Побеждает тот, кто упорно идет к своей цели. Начни и в процессе обучайся. Блогерство – это профессия, где просто невозможно останавливаться в развитии. Каждый день нужно узнавать что-то новое. Пока ты думаешь и морально готовишься, ты не приближаешься к своей мечте. Начинать нужно не сегодня. Начинать нужно сейчас. Можно оправдываться. У меня сегодня выходной, я иду смотреть парад на Красной площади. А можно просто пойти и сделать офигенный лайф-контент с парада. Йоу, братцы, камон. Ошибка номер два – это непроработанная целевая аудитория. Очень важно понимать, для кого будет этот блог. Кто твой зритель? Иначе можно очень много времени потратить впустую, так и не получив результата. Третья ошибка начинающего блогера отчасти получается от неверно проработанной целевой аудитории. И этот пункт отличается от предыдущего. То есть здесь ты контент создаешь не для аудитории, а только для себя. Ни в коем случае не теряй связь с самим собой, но и не забывай, у тебя теперь есть аудитория. И она дарит тебе свое внимание. Заботься о подписчиках и создавай качественный и интересный контент. Четвертая ошибка начинающего блогера – ну и не только начинающего – нерегулярный контент. Допустим, сегодня ты активно ведешь свой блог, а потом пропадаешь на несколько дней. Потом снова «Здравствуйте». Таким образом, к сожалению, больших результатов в блогинге не достичь. Аудитория привыкает к тебе. Пропадая, ты портишь ваши отношения. Представь ситуацию. Парень пишет девушке о своих чувствах, а потом исчезает на несколько дней. Получится из них счастливая пара? Я думаю, нет. Делай посты регулярно, а поможет тебе в этом контент-план. Пятая ошибка. У тебя нет четкой цели. Да, мы уже говорили о важности цели для ведения блога. У тебя должна быть еще внутренняя мотивация, иначе ты быстро выгоришь. Придет апатия, и тебе не захочется уже ничего. Ни писать, ни снимать. При этом целью не может быть сам блог. Блог – это инструмент для достижения цели. Подумай хорошо и реши, что тебя ежедневно будет мотивировать. Шестая ошибка. Придание большого значения мнению окружающих. Когда ты начинаешь вести блог, смирись с мыслью, что ты теперь личность публичная. Да, тебя будут обсуждать. Тебе будут постоянно пытаться что-то советовать и рекомендовать. Тебя даже будут критиковать. Это обратная сторона медали. Прими это сразу. Возможно, до того момента, когда у тебя появятся первые советчики или хейтеры, пройдет немало времени, и ты уже совсем не будешь на это реагировать. Кстати, именно из-за страха перед мнением окружающих многие так и не решаются завести свой блог. Седьмая ошибка начинающих – сравнивать себя с большими блогерами. Вообще сравнивать себя с кем-либо не стоит. Большие блогеры тоже когда-то были маленькими. Они прошли этот путь, и теперь ты наблюдаешь за ними. Тебе просто нужно пройти ту же дистанцию. А вдруг ты это сделаешь гораздо быстрее и эффективнее? Просто начни делать. И сравнивай себя только с собой вчерашним. Остальное в топку. Восьмая ошибка – это отсутствие продвижения. Ко мне часто приходят разочарованные блогеры и говорят. «Вера, посмотри, какой у меня классный аккаунт. Я столько времени и сил вкладываю в него, а подписчики так и не растут». Без продвижения увеличивать аудиторию в своем блоге невозможно. Обязательно нужно показать себя в интернет-пространстве. Вроде такая простая мысль, но многие начинающие блогеры игнорируют продвижение. Не надо так. Нет пока финансовой возможности – ничего страшного. Мы обсуждали варианты, как можно расти бесплатно. Да, это дольше, но это лучше, чем просто молчать о своем блоге. Девятая ошибка – работа без плана. Начинающих и не только блогеров часто мотает из стороны в сторону. Но это не контент, а винегрет. В итоге – отсутствие позиционирования и личного бренда. Как написать план? У тебя есть цель – это твоя точка Б. Твоя точка А – это то, где ты сейчас находишься. А теперь сядь и напиши карту, как тебе оказаться в следующем пункте. Какие методы, какой контент ты будешь при этом использовать? Придерживайся плана, и все получится. И последняя, десятая ошибка – отсутствие обучения. Тебе нужно постоянно держать руку на пульсе. Без обучения серьезных результатов не добиться. Сначала ты изучишь все, что связано с блогингом. Потом начни изучать, как прокачать креатив и продажи. Вкладываясь в обучение, ты не тратишь ресурсов пустую. Ты инвестируешь в самого себя. Желаю всем стать настоящими инвесторами. И пусть ваш главный актив – вы сами – растет не по дням, а по часам. Я желаю вам не сдаваться на этом пути. На этом все. Увидимся на просторах интернета, коллеги-блогеры. Всегда только для вас, Вера Лилас. Пока.